Максим Максимович Штроух родился 11.23 февраля 1900 года. В некоторых источниках ошибочно указано 24 февраля. В Москве его отец был врачом. В 1910-1918 год учился в Петропавловской гимназии в Москве. С 1916 года работал карикатуристом в театральном журнале «Рампа и жизнь». Затем служил в Красной армии. По окончании трех лет службы работал актером первого рабочего театра «Пролеткульта». 1920-1924, в 1924-1929 год. Артист и режиссер-ассистент фабрики «Госкино», ныне «Киностудия» и «Ленфильм», в 1929-1931 году. Актер и режиссер театра «Им. В. Э. Мирхольда», с 1932 года. Актер и режиссер театра «Революции», с 1943 года. Московский театр драмы, ныне театр «Им. В. Э. Майковского», в 1938-1942 году. Художественный руководитель, в 1950-1957 году. Штраух. Актер малого театра, в 1957-1958 год. Актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, с 1958 года. Актер и режиссер театра «Им. В. Л. Майковского», в постановках с «М. Эйзенштейна» и спектаклях в «Э. Мирхольда» Штраух проявил себя как актер, склонный к эксцентрике и публицистическому гротеску. Создал сатирические образы в пьесах в «В. Майковского», «Победоносиков», «Баня», «Присыпкин», «Клоп» и другие. В ряде ролей Штраух проявил себя как мастер психологического анализа и человечности. Рубинчик, «Улица радости», «Зархи», «Руководящее лицо», «Мой друг», «Погодина». Творческим успехом Максима Штрауха стало воплощение образов «И. Ленина» в спектаклях и фильмах, поставленных режиссером «И. Юткевичем», «Человек с ружьем», 1938, «Яков Свердлов», 1940, «Рассказы о Ленине». 1958, «Ленин» в Польше, 1966, «И. Д. Р. Автор книги», «Главная роль», «Москва», «Всероссийское театральное общество», 1977 год. Член правления общества, СССР, Франция, «М. М. Штраух скончался 3 января 1974 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Участок номер 7.